Итак, мы продолжаем знакомиться с правителями Японии эпохи Эдо. У пятого сёгуна династии Токугава Цунающи детей не было, поэтому после него сёгуном стал его племянник Токугава Йенобу. Отец Йеноба Токугава Цунащи приходился братом четвертому и пятому сёгуна. Правление Йеноба было коротким, как вы видите пришел он в классе в 1709 году и в 1712 году он умер. Во время его правления большое влияние на государственные дела оказывал конфуцианский ученый Арай Хакусеки. Он провел целый ряд мер для возвращения японского государства к идеалам конфуцианского государства. Была прекращена порча монет, была начата борьба с роскошью и проведена чистка среди чиновников, многие из которых оказались замешаны в различных коррупционных скандалах. Этими мерами правительство пыталось поправить финансы центральных властей, поскольку еще при Сёгуне Цунающи налоговые поступления сильно сократились. Считается, что они сократились до 30%. Это было связано с беззаконием, с роскошью, с непомерными тратами самого Цунающи, а также со взяточством, которое активно проявляли наместники центрального правительства Бакуфу в отдельных княжествах. Назывались они Дайкан. Принятые меры дали определенный положительный результат, однако проявился он уже при следующем седьмом Сёгуне. Помимо мер по установлению более благоприятной экономической политики для Бакуфу, были проведены ряд мер по ограничению внешней торговли. С 1641 года внешняя торговля Японии была ограничена лишь портом Нагасаки, куда, собственно говоря, была переведена голландская фактория с острова Хирада. Это нарушило баланс между импортом и экспортом. Помимо этого были введены торговые ограничения, был сокращен год золота и серебра, ограничено количество судов, которым разрешал заходить в Нагасаки, что в конечном счете привело к росту контрабанды и нарушению служебной дисциплины в магистрате Нагасаки. После смерти Януба его место занял Иецугу. Он являлся третьим сыном Иенобу и на момент смерти отца ему было всего 4 года. И тем не менее его превозгласили сёгуном, поскольку два его старших брата умерли еще раньше. Во время его короткого управления страной по-прежнему фактически управлял Арайха Кусеки. Им были проведены некоторые реформы по стабилизации положения в стране и урегулированы отношения с Кореей. После смерти Иецугу, а он ушел из жизни в 8-летнем возрасте, естественно, не оставив после себя наследников, в классе впервые приходят боковые ветви дома Токугава. Кризисные и социально-экономические проблемы появились в японском государстве уже в начале 18 века, а во второй его половине они только усилились. Данцевое положение страны фактически было стабильным только при первых трех сёглах. А потом расходы постепенно начали превышать доходы, что привело к необходимости проводить такие непопулярные меры, как повышение налогов, перечеканка монет с уменьшением сдержанием драгоценных металлов в них, что в свою очередь только вызывало рост цен и как следствие социальный протест. Первым сёгуном, который попытался справиться с социальными экономическими трудностями, был Токугава Ющимоне, 8-й сёгун династии Токугава. Он правил с 1716 по 1745 годам, то есть в принципе ему было достаточно времени дано на правление достаточно. После Токугава Ющимоне считается самой примечательной личностью в династии Токугава, который оставил заметный след в истории Японии. Он был энергичным, умелым правителем и как, наверное, совершенно не странно, что своим идеалом он считал именно Токугава и Ясу. Ющимоне провел целую серию реформ, одной, а возможно и главной целью которой был возврат политики Ясу. Правление Ющимоне ознаменовалось проведением реформ, которые в исторической литературе получили название реформы годов Кёха. Как мы видим, даты проведения реформ фактически совпадают с датами правления Токугава Ющимоне. То есть можно сказать, что он посвятил реформам весь период своего правления. К моменту прихода Ющимоне на пост Сёгуна. Сёгуна Токугава существовал уже более, чуть более столетий. И естественно, ситуация в стране значительно изменилась по сравнению с тем моментом, когда Сёгуна отформировался при Токугава и Ясу. Токугава и Ясу пришел к власти в тот момент, когда страна была, можно сказать, обезвожена многочисленными постоянно идущими войнами. И главной задачей своей задачей Токугава и Ясу ставил по сравнению стране мирного, спокойного и поступательно развивающегося государства. А так, за прошедшие сто лет ситуация изменилась. Япония действительно продолжала все эти сто лет достаточно мирное существование, однако появились другие проблемы. И в большинстве своем это были проблемы финансовые. О том, насколько они были серьезны, говорит, к примеру, тот факт, что главная опора сёгунского режима, это Гокенины, Хатамото, прямые вассалы дома Токугава, перестали получать рисовый паёк в его полном объеме. Обычно самураи получали паёк три раза в год, весной, летом и зимой. Но, к примеру, в 1722 году правительство сумело выплатить им лишь четверть причитающегося. Помимо неполного получения пайков, многие самураи к этому времени оказались в долгах, можно сказать, в кабале у ростовщиков. С одной стороны, они вынуждены были идти к ростовщикам в те моменты, когда их рисовых пайков было недостаточно для нормального жизнеобеспечения их и их семей. А с другой стороны, будучи оторваны от своего военного дела, поскольку плохо была мирная и непосредственно военным делом самураи, ну, по сути, не могли заниматься. А ничем другим, согласно кодексу, социальному кодексу той эпохи, они тоже не могли заниматься, поскольку сумураи были выделены в отдельное социальное сословие, единственным возможным занятием которого была война. То вот такое существование вроде бы на самой верхней ступени иерархической лестницы, но при этом не имея возможности заниматься своим делом, приводило к определенному такому растлению этого сословия. Самураи погрязали в карточных играх, в проведении времени в веселых кварталах эда и тому подобное. Все это требовало денег и при их недостатке самураи шли делать займы у ростовщиков. Ющемене, как мог, пытался помочь своим вассалам и наладить финансовое положение, прежде всего, центральной администрации в стране. Собственно говоря, это и было основной целью начатых реформ. Для того, чтобы как-то стабилизировать ситуацию, Сюгун призвал начать борьбу с роскошью. Причем сам он стал наглядным примером, выступая противником различного рода излишеств. Кроме того, поскольку многие чиновники, как центральной администрации, так и представители Бакфу на местах к тому времени оказались связаны с многочисленными коррупционными скандалами, одной из важных частей реформ Кюхо была так называемая чистка среди чиновничества. Поскольку всем своим вассалам, попавшим в затруднительное положение, Йошимоне помочь сразу не мог, он пришел к мысли о необходимости сокращения числа прямых вассалов дома Токугава. Был задан специальный приказ о принятии мер жесткой экономии во всех отраслях жизни страны. Кроме того, даже оставшимся своим вассалам, тем не менее, нужно было платить по пайке, а для этого нужно было пополнить Сёгунскую казну. Поэтому для решения этой проблемы Сёгун решил обложить всех князей, всех даймё, дополнительным налогом. Дополнительный налог являлся 1% баллового сбора риса во всех княжествах. Это было достаточно серьезное увеличение налога. Князья были крайне недовольны и в свою очередь они переложили вот эту дополнительную часть налога на податное население, на крестьянство. При этом Йошимоне понимал, что увеличение налогового гнета может вызвать различное недовольство и дестабилизировать ситуацию в стране. Поэтому в качестве своего рода компенсации он сокращает срок обязательного пребывания ЭДО для даймё с 1 года до 6 месяцев в период с 1722 по 1731 года. Когда казна пополнилась, он отменяет дополнительный налог, но одновременно возвращает срок пребывания в ЭДО, срок вот этого заложничества к прежнему. Йошимоне заслуженно прозвали рисовым сёгоном. За что? А за его меры по увеличению посевов риса и за создание запасов риса, как в сёгунских, так и в частных владениях. Именно при нём на острове Додима, высоко, была открыта рисовая биржа, которая стала определять цены на рис по всей стране. Правительство Бакуфу стало следить за тем, чтобы не было больших так называемых ножниц между ценами на рис и на цены на все остальные товары. Почему? Дело в том, что, например, в те годы, когда урожай риса был достаточно большим, и самураи вроде бы в полном объёме получали свои пайки, но при этом из-за большого количества риса на рынке цены на рис падали. И получалось, что даже получив свои пайки в полном объёме, самураи не могли обменять их на те товары, которые необходимы были им для жизни, по выгодной цене, ну или хотя бы по приемлемой цене. Для того, чтобы поддержать цены на рис в особо урожайные года, час риса изымалось из продажи и складировалось на тот случай, если следующий год будет менее урожайный. Таким образом решалось сразу две задачи. С одной стороны, избегали падения цен на рис, а с другой стороны, был запас, необходимый запас риса для выплаты пайков самураев в неурожайные года. Для того, чтобы увеличить посевы риса, Йошимоне разрешил участвовать в освоении нови городским торговцам. Дело в том, что, как мы помним, в социальной структуре торговцы оказались на самой низшей ступени социальной иерархии, но при этом в их руках сконцентрировалось всё большее и большее количество финансов. Для того, чтобы эти финансы направить на увеличение производительного хозяйства, Йошимоне разрешил им осваивать новь. И тем самым, в случае благополучного освоения нови, торговец мог повысить свой социальный статус и получить новый статус земледельца, который стали, этих новых земледельцев стали называть щин-джинущи. Джинущи – это владелец земли, а щин – это приставка, которая означает новые, новые помещики, новые землевладельцы. Это, правда, вызывало недовольство потомственных даймё, но Йошимоне решил, что интересы государства важнее интересов отдельных личностей. При Йошимоне была впервые проведена полная перепись населения Японии. В последующие годы она стала проводиться регулярно. Для чего? А для того, чтобы узнать, на какое количество податного населения может рассчитывать центральное правительство и какое количество налогов может оказаться в казне центрального правительства. При Йошимоне в 1742 году был составлен так называемый свод законов из 100 статей. Это стало одним из самых важных законодательных документов эпохи Токугава. По распоряжению Сёгуно, один из его ближайших сподвижников, Оэта Даски, собрал отдельные указы, которые существовали в стране на тот момент, и свёл их в единый кодекс. Пользоваться, правда, этим кодексом имели право только судебные чиновники. И ещё один важный аспект реформ годов в Кёхо. Йошимоне стал первым из Сёгунов Токугава, действия которого были направлены не на закрытие страны, а на её частичное открытие. Йошимоне дал распоряжение, дал разрешение на ввоз в Японии европейских книг по прикладным наукам. Сёгуна интересовало всё, что происходит на Западе, особенно достижения в сельском хозяйстве. И с его разрешения несколько японцев отправились в Нагасаги для того, чтобы изучать там голландский язык, с тем, чтобы потом была возможность познакомиться с текстами европейских книг и почерпнуть из них знания, так недостававшие Японии. И с этого момента знание голландского языка постепенно начинает распространяться среди образованной части японского населения и становиться таким неким знаком интеллектуальной развитости. В результате в Японии появилось такое новое научное течение, так называемая школа голландоведов Рангакуша, представители которой, большинство из них были знаками голландского языка, имели возможность познакомиться, как я уже говорила, с содержанием научных книг, научных европейских книг, написанных на голландском языке. И осознав, что Япония постепенно, в некоторых областях даже значительно, стала отставать от западных стран, представители эти школы стали ратовать за распространение европейских знаний в Японии и за расширение связи с Западом. Умер Йошимуне 20 июня 1751 года, вводя в историю как реформатор и благодетель Японии. Рисовый сёгун.